Рабочая группа по оказанию помощи гражданам Украины, которые вынуждены покинули места проживания, обсудила текущее положение дел и нерешенные проблемы. Последних, кстати, практически не осталось. Числу проблемных можно отнести ситуацию с невыплатой зарплаты. Двое украинских переселенцев вместе с другими сотрудниками ЗАО «Промтрактор» в Канаше не получили вовремя октябрьскую заработную плату. С выдачей ноябрьской тоже есть проблемы. К сожалению, такие проблемы на всех предприятиях концерна, заметил Иван Маторин. Предложение одно – отработать с собственниками и все-таки более пристально, наверное, инспекции по данным предприятиям обращать внимание, так как на протяжении последнего, наверное, полутора-двух лет ситуация в лучшую сторону, к сожалению, не двигается. Компенсация затрат, связанных с обустройством и поддержкой граждан Украины, проживающих в пунктах временного размещения и в семьях, в республику поступают регулярно. Есть вопросы, связанные с программой переселения соотечественников. На сегодняшний день по этой программе у нас предусмотрено в бюджете две графы, то есть 33,8 тысяч – это на медицинскую помощь и 395,5 – на жилищное обустройство. На сегодняшний день по состоянию на 4 декабря поступило 108 заявлений, 240 человек с членами семьи на участие в программе. Выдано на сейчас 26 свидетельств или 69 человек. На сегодняшний день из федерального бюджета получена сумма 83 900 рублей. То есть вот эти средства сейчас подлежат к распределению. По словам начальника управления федеральной миграционной службы Виталия Черничкина, сумма, предназначенная для поддержки этой категории переселенцев, поступит в конце года в полном объеме. На следующий год республика также должна определить, сколько средств понадобится на реализацию программы переселения соотечественников. Кроме того, на совещании обсудили другие вопросы, связанные с организацией жизни вынужденных переселенцев и особенно их трудоустройством. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.